У нас не было выбора, у нас дом просто на глазах разваливался, ну грубо говоря, от застройщика, да, мы получили новый дом, но у нас вообще был полный бардак. Пока шли суды по смене управляющей компании. Жильцы дома Вахова-10 решили благоустроить двор своими силами и создали тост Ривердей. Разбили цветники, привели в порядок детскую площадку и сделали зону отдыха, которую оформили габионами. Теперь во дворе они устраивают различные мероприятия. Недавно пенной вечеринкой отметили День семьи, любви и верности и праздник Ивана Купала. Пока мы пытаемся начать с праздников и детям устраивать какие-то такие веселые дни, но вообще я хочу отметить, что пока мы занимались озеленением и приводили в порядок наш двор, дети нам активно помогали сами, что-то поливали, кто-то даже садил цветы, ну мы прям вообще были рады этому. Решение проблем жильцов, сплоченность соседей, то ради чего создаются ТОСы и главные критерии оценки в конкурсе на лучшее самоуправление в городе. За победу в нем борются также жильцы двух домов по улице Широнова. Благодаря ТОСу Рассвет у них во дворе появилось резиновое покрытие на детской площадке, а управляющая компания, которая собиралась менять его на сэкономленные деньги собственников, сделала дренажную систему кондиционеров. Когда мы уже им полностью объяснили, да, все, как можно сделать, что вот можно сэкономить, что можно там более что-то благоустроить, конечно же, люди сразу начали за это активно бороться, они начали стараться, они начали просто банально, ну, спрашивать, интересоваться, говорить, а мы можем, а мы не можем. Оценивают жюри и труды жильцов дома по улице Шимановского-6. Их детская площадка собирает ребятню со всей округи. Я же тоже за тем же маленьким был. Некоторые дворах просто огораживаются и кроме своей больше никого не пускают. То есть у вас все доступно, все. Дети других дорог спокойно приезжают. Чем вам помогает полученная система видеонаблюдения? Ну, во-первых, мы спокойны и за себя, и за детей. ТОС на Шимановского появился 4 года назад. Жильцов мало. Проекты не каждый раз побеждали в грантовых конкурсах. Несмотря на это, соседям удалось навести порядок во дворе. Видно, что активные жители, которые любят свою территорию, место своего проживания, приложили руки, посмотрите, как это благоустроено. Это благоустроено на средства жильцов. Замечательные, аккуратные полисадники, дорожки выложены. То есть последовательно люди занимаются улучшением своей жизни. Все, что делают ТОСы, должно быть практично и безопасно. У меня сейчас такой взгляд, несколько иной, чтобы посмотреть не только красоту и понимание, насколько это важно для развития детей, но и безопасность тех мест, где дети, не спрашивая ни родителей, ни кого, могли бы подлезть и получить трогу. Конкурс «Смотр. Лучший ТОС Хабаровска» проходит второй раз. В этом году участникам выросло до 32. Оценивать их работу комиссия будет всю неделю. После начнет формировать рейтинг. 9 ТОСов с наивысшими баллами получат денежные призы и памятные таблички. Лучший ТОС 2024 года. Марина Рыжко, Эмиль Соломин. Смотри Хабаровск.